В начале 1990-х годов ученые начали разработку самого крупного на сей день экологического проекта под названием «Биосфера-2». Проект получил свое название по аналогии с гигантским исследовательским центром, расположенным в пустыне штата Аризона в США. Здание, сооруженное из стекла и бетона посреди пустыни в Аризоне, занимало площадь в 13 тысяч квадратных метров. Внутри биосферы текла жизнь, совершенно изолированная от внешнего мира. Внешне это необычное здание напоминало гигантскую теплицу. Согласно разработанному плану, внутри этого гигантского сооружения, полностью закрытого от мира, должна была быть создана экосистема, механизмы которой должны были самостоятельно, естественным образом вырабатывать воду, кислород и азот, являющиеся основными элементами жизни на Земле. Эта экосистема должна была обеспечивать возможность существования восьми человек, которые должны были находиться внутри нее на протяжении двух лет. Однако, по завершению этого эксперимента, ученые увидели, что в зоне искусственной жизни процессы протекали вовсе не так, как планировалось. Оказалось, что внутри сферы уровень кислорода снизился до 14%, что равнялось уровню содержания кислорода в атмосфере в участках Земли, находящихся на высоте 5300 метров выше уровня моря. Количество углекислого газа внезапно повысилось, а количество окиси азота достигло уровня, при котором функции человеческого мозга могли необратимо пострадать. Из 25 видов позвоночных животных, находящихся на биосфере 2, 19 видов погибло. Насекомые, обеспечивающие размножение растений, полностью погибли. Водоросли, растущие в озере, достигли чрезмерной величины. Овощи и фрукты покрыл собой плющ, обмотав и затушив все так и не созревшие плоды растений. Однако на этом бедствия биосферы 2 не закончились. Все здание изнутри было оккупировано муравьями, саранчой и гигантскими тараканами. Иными словами, несмотря на все затраченные биологами и биофизиками усилия и финансовые затраты, в этой закрытой системе под названием биосфера 2 не удалось создать и обеспечить тот экологический баланс, который существует и работает без единого сбоя на Земле. После неудачного эксперимента с биосферой 2, профессор популяции Джоэл Кохан и профессор экологии Дэвид Тильман сделали следующее заключение, исходя из наблюдавшихся процессов внутри биосферы. Никто до сих пор не знает, каким образом задуманы и спланированы природные экосистемы, которые даны человеку в безвозмездное пользование для обеспечения в самой благоприятной форме всех его жизненных функций. После этого признания столь авторитетных ученых, пожалуй, достаточно задать лишь один вопрос, и человек, обладающий разумом, проводится от привычного и ленивого потребительского взгляда на окружающий мир. Что будет, если на Земле вдруг исчезнут все живые существа, которые обеспечивают для нас поддержание экологического равновесия? Ответ очевиден. Наше существование тоже прекратится. Изысканное великолепие и разнообразие форм жизни на Земле и тонкая связь, гармония между всеми ними являются результатом особого, осознанного творения создания. Роль вулканической активности в поддержании экологической гармонии на Земле Мощное землетрясение, дым и облака пепла, полностью покрывающий дневной свет, ядовитые газы, убивающие все живое вокруг, высокая температура, способная расплавить железо, и падающие с неба расплавленные осколки породы. На протяжении всей мировой истории человечество испытывало панический страх перед извержениями вулканов, ибо это грандиозное явление во все времена представляло смертельную опасность для человека. Однако само явление вулканической активности, если изучить его с научной точки зрения, чудо и уникальное звено в системе обеспечения жизнедеятельности человека. Господь создал законы вулканической активности своим высшим знанием и мудростью, как и все сущее на Земле. Давайте вместе с вами рассмотрим некоторые из точнейших экологических систем и законов, поддержанию которых обеспечивают извержение вулканов. Вулканы обеспечивают образование плодородных слоев почвы. Раскаленная магма, бьющая фонтаном из вулканов, выходя из недр Земли, имеет очень высокую температуру и плотную текучую структуру. Стекая с гор на поверхность Земли, она постепенно охлаждается и застывает. Полностью остыв и отвердев, магма меняет свою структуру. В результате остывания магмы образуются окаменелости, именуемые парфирами. Парфиры под воздействием ветра, осадков, замерзания и оттаивания, со временем распадаясь на мелкие части, смешиваются с почвой. Кроме того, вулканическая активность является главной причиной возникновения и образования многих минералов и ценных камней. Например, медь, алмаз, железо, сталь и гранит являются одними из этих важных минералов. Бассейны воды и горячих источников. В зонах стабильной вулканической активности часто образуются тектонические озера, температура которых достигает 200 градусов по Цельсию. И горячие источники, которые обладают высокоцелебными свойствами. Благодаря лечению, проводящемуся на основе этих горячих источников, вод и горячих вулканических грязей, излечиваются все виды ревматоидных заболеваний и ишиаз, переломы и вывихи, многие кожные заболевания, усталость тела и мозга, стресс и нервные болезни. Если бы на поверхности Земли не существовало вулканической активности. Что бы произошло, если бы на Земле не было вулканической активности? Тогда на Земле не существовало бы множество минералов и руд, которые мы используем сегодня в быту и в промышленности. Возможно, недостающие металлы и минералы вырабатывались бы искусственным путем, или на место них были бы найдены альтернативы, однако для их изобретения, добычи и выработки потребовалось бы намного больше сил, времени и затрат. Кроме того, не существовало бы горячих источников вод, которые содержат в себе различные минералы и металлы. При отсутствии минералов Земля была бы скудной, и мы не смогли бы получать через растения и плоды минералы, которые являются необходимыми для нашей здоровой жизни. Возможно, из-за отсутствия вулканических извержений наша Земля превратилась бы в безлюдную мертвую планету, не имеющую поверхностных форм, как на других планетах, где отсутствует вулканическая активность и атмосфера. Если бы вулканическая активность на поверхности Земли не прекращалась никогда. Представьте себе Землю, на которой постоянно происходят вулканические извержения. Интересно задаться вопросом, что произойдет с нашей планетой в таком случае. Ответ ученых ясен и прост. На такой планете никогда не существовала бы жизнь. Раскаленная лава беспрерывно растекалась бы по всей Земле и превратила бы все живые существа в пепел. Ядовитые газы, выходящие из вулканов, снизили бы количество кислородов в воздухе. Атмосфера перестала бы быть источником жизни для живых существ. И с первым же вдохом мы, отравившись газами, мгновенно умерли бы. Активность вулканов была бы причиной постоянных землетрясений, и Земля не могла бы быть безопасным местом для обитания живых существ. Всевышний Творец создал вулканы согласно превосходному плану и расчету для обеспечения тончайшего баланса жизни и создания самых благоприятных условий для человека, равно как и всего сущего на Земле. И долг человека размышлять над совершенством Господних творений и познавать могущество Творца, стремиться к осознанию Его величия, мудрость. Океанические течения Молнии, сверкающие в небе и сильные проливные дожди, снегопады, сильные ветры или ясная безоблачная жаркая погода. Все это хорошо известные нам климатические явления. Форма земного шара, орбита Земли, возвышенности, впадины на суше и в воде, морские приливы и отливы, океанические и воздушные течения являются основными причинами образования климатического разнообразия Земли. Одной из этих причин являются океанические течения, которые охарактеризовываются как передвижение ограниченной водной массы в океанах в строго определенном направлении. Несомненно, Всевышний Творец создал теплые и холодные океанические течения с определенной целью и знанием для того, чтобы люди размышляли и над этим чудом гармонии на Земле. Давайте рассмотрим с вами некоторые из этих уникальных и необъяснимых природных явлений с приведенными нами примерами. Океанические течения создают изменения в климате. Часть теплых течений, образованных в теплых частях земного шара, передвигаясь в более холодные области Земли, повышают там температуру. А часть холодных течений, исходящих из холодных областей Земли или из глубинных вод, поднимаются на поверхность океана. Температура этих вод не опускается ниже 15 градусов по Цельсию, но, достигая жарких широт, приносят туда холодные течения, снижают температуру воздуха и тем самым уменьшают до благоприятного предела уровень тяжелой жаркой влажности воздуха в этих широтах. Океанические течения играют роль в образовании прибрежных пустынь. Причинами появления прибрежных пустынь являются холодные океанические течения. Такого рода пустыни отличаются от обычных пустынь, климат которых очень засушлив и подвержен резким перепадам температуры ночью и дню. В прибрежных пустынях влажность воздуха очень высока и понижение и повышение температуры незначительны. Такие климатические условия позволяют разбиваться травяному покрову, который в свою очередь является питанием для живого. Океанические течения обогащают биологическое разнообразие жизни. Водные течения, разнося по морю минеральные вещества, приносимые извержениями вулканов и кислород, способствуют обогащению разнообразия видов рыб. Кроме того, поддерживают многообразие видов и численность морских птиц, которые питаются рыбой. Плавающие минералы и различные семена растений рассеиваются на тысяч километров и переносятся по воде к различным районам земли благодаря водным течениям. Таким же образом семена растений, прилипая ко льду, переносятся по морю на огромные расстояния. Океанические течения снабжают людей пропитанием. Теплые течения воды напрямую влияют на климат и благосостояние городов. Очень распространенный пример, когда два города, располагающиеся на одной широте, климатически совершенно различны. В одном из городов климат суровый, а в другом благодаря теплым океаническим течениям климат мягкий и умеренный, что благоприятно сказывается на процветании сельского хозяйства, туризма и иных сферах деятельности человека. На некоторых побережьях городов, располагающихся в Южной Америке и находящихся под влиянием холодных океанических течений, выпадения дождей вообще не наблюдается. Однако океаническое течение в зимние месяцы способствует образованию густого травянистого покрова, именуемого лома. Этот травянистый покров дает обильное питание для животных. Кроме того, на этих побережьях обитают морские птицы, которые полностью зависимы от продуктов питания, приносимых холодными течениями. Удивительна взаимосвязь океанического течения и птиц. Оказывается, в ценном природном удобрении помете, называемом гуана. Оставленном этими птицами на островах в очень большом количестве содержится азот, фосфор и калий, приносимые океаническим течением. С 19 века этот помет добывается на островах в виде пластов и поставляется во все страны этого региона как ценнейшее натуральное удобрение. Таким образом, птичий помет гуана, богатый минералами морей, является источником плодородия земель в странах региона. Если бы океанические течения нарушили тончайшее равновесие законов природы Земли, то изменения температуры в морях происходили бы резко и очень часто. Уровень кислорода и количество соли изменилось бы, что привело бы к гибели всех живых существ, обитающих в морях. В климате произошли бы аномальные изменения, сели, образованные сильными проливными дождями и густым туманом, создали бы условия несовместимые с жизнью, образовались бы климатические препятствия. Растения умеренных регионов не могли бы распространяться в холодных поясах, а тропические растения не распространялись бы по умеренным поясам, как это происходит сегодня. В таком случае развитие сельского хозяйства находилось бы на очень скудном уровне, а зоны расселения людей на планете были бы очень ограничены и далеко не столь обширны, как в данное время. Как видно, холодные и теплые течения обогревают или охлаждают воздух там, где это необходимо. Эти особенности позволяют расширить зоны расселения людей на земле, обеспечивают нам плодородие земель и увеличивают разнообразие других видов животных. Такое устройство климатической системы земли, конечно же, не может быть результатом случайности. этот точнейший порядок на земле установил обладатель наивысшего знания и власти над всем сотворенным. Владыка небес и земли наш Господь. Чудо-кладовая земля По мнению большинства людей, земля это часть земной коры толщиной в несколько сантиметров, которая в большей степени используется в сельском хозяйстве. Однако, изучая почву более детально, становится очевидна ее поразительно сложная структура. Начиная с глубины в 20-30 сантиметров и ниже до нескольких метров в почве происходят различные физические, химические и биологические процессы. Образование почвы является чудом Господнего творения. Образование почвы само по себе является очень интересным и сложным процессом. Она начинается с физического распадения на части и размельчения горных пород. Однако, для образования почвы недостаточно участия лишь горных пород. Климат среди других факторов косвенным путем тоже играет важную роль в образовании почвы, поскольку климат определяет активность разложения и расщепления горных пород, растительного покрова и микроорганизмов. После этого под воздействием воды осуществляются химические процессы расщепления и содержащиеся в структуре пород минералы выходят наружу. Однако, образовавшийся материал еще не является почвой. Этот материал, который мы можем охарактеризовать как расщепленные части породы, еще не живой, иными словами, мертвый. На поверхности этого неорганического вещества, который содержит разнообразные химические минералы, начинают расти плесень, мох и трава. Корни этих растений ускоряют расщепление основного материала, опавшие листва и ветви, начинают деятельность микроорганизмов, которые все это расщепляют на еще более мелкие части. Органическое вещество в земле образуется благодаря смешению с почвой ветвей и листвой деревьев, которые, опав на землю, расщепляются микроорганизмами. После этого процесса на поверхности образованного материала уже могут расти различные растения. Земля обеспечивает существование великого множества живых существ. Между почвой и живыми существами всех видов и форм существует теснейшая взаимосвязь, сотворенная в совершенной гармонии. Семена растений, кустарников и деревьев, перенесенные из одного участка в другое ветрами и течениями, со временем перемешиваясь с землей, обеспечивают разнообразие видов растений. Однако развитие этих растений никогда не происходит случайно. Каждая ступень развития находится в ведении Всевышнего Творца. Подземные воды огромные запасы воды. В тот момент, пока вы смотрите этот фильм, миллионы кубических метров воды перемещаются из океанов в атмосферу и из атмосферы выпадают на сушу. Наше существование и существование всех живых организмов на Земле продолжается благодаря этому грандиозному круговороту воды в природе и очистительной системе почв. даже если бы мы решили самостоятельно организовать эти процессы, имея при себе все необходимое технологическое оборудование и новейшие разработки, сделать это нам все равно бы не удалось. Однако вода, которая путем естественного испарения и уплотнения является основным важным источником нашей жизни, даруется нам без каких-либо затрат и трудностей. Дождь является самым важным элементом для существования жизни на Земле. Для образования дождя между океанами, морями, атмосферой и сушей происходит непрерывный круговорот воды. Пары воды, поднявшиеся в атмосферу различными путями, под воздействием климатических условий уплотняются и возвращаются обратно на Землю в виде дождя, снега или града. Однако дожди, выпадающие на Землю, не образуют лишь поверхностные воды. Часть дождевой воды, благодаря климатическим условиям, проникает под землю и образует подземные воды. Одной из чудесных особенностей подземных вод является то, что, находясь между слоями почвы, они не загрязняются и выходят на поверхность Земли в чистейшем, отфильтрованном и пригодном для питья виде. Вне сомнения, эти свойства воды являются одним из бесчисленных милостей и благ Всевышнего Творца данных людям. Высшая мудрость сотворения подземных вод. Растения извлекают для себя пользу из этих вод. На поверхности подземных вод находится слой, который имеет название вентиляционной рационной зоны. Вода в этом слое поглощается в землю или впитывается частичками парфира, или же зацепляя за испещрение и неровности парфир, не уходит сразу же на глубину, а какое-то время остается здесь в подвешенном состоянии. В этом слое почвы капельки воды находятся в воздухе в подвешенном состоянии, обеспечивая влагу и питание для растений, корни которых не могут дотянуться до глубоких слоев почвы, где потом скопится вся вода. Если бы в аэрирующей зоне не оставались бы подвешены капельки воды, то в засушливые периоды года, когда дожди не выпадают вообще, растения не могли бы добывать себе воду, которая является основой их существования. Очевидно, что растения не получили бы воду, и наша земля не была бы полна разноцветными травами, разнообразными фруктами и овощами. Благовестники ветра, несущие весть о дожде. Ветер – природное явление, которое Всевышний создал с великой мудростью и милостью к нам. Как образуется ветра? Перемещением масс подогретого воздуха из одного региона в другие являются причиной образования различных областей давления в атмосфере Земли. Давление, образованное атмосферой, во всех точках Земли разное. В воздух, словно вода, стекающая со склона, движется из зон высокого давления к зонам низкого давления, и в результате этого образует ветры. Ветры, регулирующие температуру в воздух. Бризы это ветры, которые в жаркие месяцы и в жаркие часы дня дуют с морей и охлаждают воздух. Но некоторые ветры наоборот подогревают воздух в прохладных местностях. Одними из самых известных из этой группы являются ветры, которые носят названия фоновых. Этот вид ветров выполняет функцию смягчения сурового климата, господствующего в горных и холодных частях Земли. Ветры как источники энергии. Мировая потребность в электроэнергии с каждым годом возрастает на 4-5%. Но имеющиеся источники природного ископаемого горючего, применяемого для производства электроэнергии, истощаются. Кроме того, увеличение использования природного горючего наносит огромный вред окружающей среде. Эта ситуация заставляет ученых искать новые альтернативные источники энергии. Одним из альтернативных источников энергии являются ветры. На сегодня ветры самый развитый вид энергии среди всех альтернатив, причем способные обновляться, и самые благоприятные с точки зрения экологии и развития торговли. Ветры играли очень важную роль в эпоху парусного мореплавания и торговли. Именно поэтому посадные ветры до сих пор на многих языках мира именуются как торговые ветры. Но и в наше время корабли тоже извлекают силы из энергии ветров. Оплодотворяющая функция ветров Ветры участвуют в оплодотворении облаков, перенося кристаллы, которые образуют капли дождя, и оплодотворяют растения, перенося их семена и пыльцу. Если бы ветры не существовали в определенной мере, которую установил Всевышний, на огромных территориях Земли, где преобладают муссоны, то есть дожди, образующиеся только благодаря воздействию ветров, осадки перестали бы выпадать, наступила бы засуха и голод, и жизнь стала бы невозможной. Ветры, как и все неисчислимые чудеса и блага на земле, созданы для людей как великая милость, и человеку надлежит лишь благодарить эту милость и ценное благо, осознавать, что все могущество принадлежит лишь Ему, единому Господу и Творцу, и возносить Ему искреннюю благодарность. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова